Снимаем, слышали про Павла Дурова, что у него очень много детей сейчас Я и ребенок? Да, 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 там в этом смысл Сколько денег? 500 рублей там Базарно Рядом со мной стоит ребенок Павла Дурова Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Илья Илья, скажите, пожалуйста, когда вы узнали, что вы ребенок Павла Дурова? Да, ну вот недавно подсказали люди Я сам матом не буду ругаться, конечно Охренел, короче А говорят, что вы уже встречались с Павлом Что он вам сказал? Что он сказал? Да ничего не сказал Привет, здорово Ну, не узнал, как будто То бишь, не я То есть, как сын он вас не признал? Ну, да, да, и я так же Хотя он понимал уже, что он, чтобы его сын Ну, конечно, понимал, естественно Ну, и что вы в двух словах можете сказать про Павла Вы с ним увиделись? Что вы можете сказать в двух словах о нем? Человек хороший, умный Ну, пусть за голову возьмется еще и думает о дитях и о своих близких Если вы все-таки вступите в какое-то наследство Скажите, пожалуйста, вернете ли вы стену ВКонтакте? Возможно Спасибо большое Спасибо нашим подписчикам на густе Если вы хотите увидеть свое имя в этом списке Подписывайтесь на густе Ссылка в описании Этого и любого другого ролика Поехали Алло Здравствуйте Дмитрий Олегович Это вы, я с вами говорю? Да, вы кто такая женщина? ПКО НБА финансов Специалист Елена Индивидуально А подождите, ну тогда представились бы полностью К вам обращается по имени-отчеству Поэтому и вы также проявляете У вас удовольствием Но вы отчество свое не произнесли Как я к вам буду по отчеству обращаться По имени-отчеству? Лен с вами на схеме вашего 42-48 получается Елена Договора 29 апреля текущего года Лен 42-48 Скажи отчество, как правильно? Проще же будет и тебе, и мне Вы слышите меня? По какому вопросу с вами связались? Откуда я знаю, чего вы там? Звоните, я весь хер его знает, что у вас там на уме Что у вас имеется задолженность перед МФК за имени-го Не оплата у ваших детей от 2 дня Самозадолженность Почему вы меня-то спрашиваете тогда? Сумма у вас остается из основного долга Начислены проценты, штрафы, неустойка Требования кредиттора Внесения оплаты сегодня через личный кабинет Он у вас активен Информационная осколка при необходимости Вам также может быть направлена Оплата поступает от вас Елена Карловна, правильно? Отчество у тебя, Карловна? В этом нашего с вами разговора в самом начале Вам это не поможет Базух от этого никуда не денется Это корректно Продолжаем общаться Какую-то, что мне помощь нужна? Да, ну, что за глупости Я точно понимаю, Карловна Ну, вот Карловна, по-любому Папа у тебя Карла, блядь Из поля на тебя выточил, блядь, да и все Вот ты, блядь, и сидишь Деревянная, блядь, снизу до верха По пояс Не, да, я сейчас нормально разговаривал, блядь Скажи, как тебе по имени, отчество Ты, говорит, 42-48 мне ебет По хую мороз В натуре Карловна, блядь Значит, они у меня все Карловны и Карловичи будут теперь, блядь Папа Карла, блядь Из полена выстругал, блядь Вот это, который с номерами, блядь Здрасьте, друзья Здравствуйте И уж заранее прошу прощения у всех тех людей, у нормальных, у кого отчество Карловичи, Карловна К вам это не относится Это вот такая вот утка, да Способ зацепить коломасу Ну, у нас же процесс деколлекторизации, все вы знаете Это подразумевает уколы, таблетки, вот эти вот Компания ПКО МВА Финансы, уведомляю вас о запихе разговора Я специалист Олеся, мой индивидуальный код 1533 Александр Юрьевич Собственно, это я и есть, да А почему вы себя 1533? А как имя? Ну, Олеся понятно, а отчество как? Мне проще же будет Что я не могу, Олеся 1533 Мне язык не поворачивается, так общаться с женщиной Вы можете ко мне обращаться с Олесей Олеся? Да вот, по голосу, судя вам там лет за 60 Какая вы, Олеся? Извините, конечно, за предположение Может, ошибаюсь, но по голосу точно так Да, действительно, по голосу, действительно, 60 лет О чем вы? Ну, я, о чем вы не понимаете контекста? Я говорю, как я к вам, Олеся, если вы женщина в возрасте И на личности, вот о чем Почему, к сожалению? Вы сожалеете, что к вам как к личности относятся? Потому что любой человек, который общается корректно, он не переходит на личности Простите, а что такого? Он сам себе уверен Человека воспринимают как личность Вы почему? Приходится самоутверждаться путем каких-либо переходов на личности Я не сам пытаюсь У вас что, профессиональная деформация, что ли? Вы на этом так сильно зациклили свое внимание Ну, конечно, ну а как это социальная норма? Что же, простите за сравнение, но, блин, на этих зверофирмах присваивают номер А еще на этих, как его, заключенных, то они заходят к начальству и говорят фамилию, имя, отчество Любой сотрудник, который занимается процессом взыскания просроченной задолженности Возврата невзыскания Будет озвучивать только имя и индивидуальный код Нет, это 4.1 и 4.2, да? Либо так, либо так Простите, кому ваши персональные данные нужны? Поэтому вам нужно с этим смириться, успокоиться и продолжить дело Да, пожалуйста, это вам нужно с этим мириться Потому что вы предпочли своему имени цифры А там написано в 4.2, либо в 4.1 Либо полную фамилию, имя, отчество Либо в случае отсутствия таких идентификационных номеров Вам закон оставляет право представляться фамилии, имени, отчество? Нет, нет, уважаемый Закон мне дает право не разглашать мои персональные данные Да хорошо, ради бога Ради бога, Олеся 15.33 Давайте будем так Олеся 15.33, это ваш выбор, да Не разглашайте Я предположу, что у вас отчество Карловна, нет? Я вам уже сообщила, как ко мне обращаться Олеся Карловна буду Можно буду Олеся Карловна говорить? Нет, я вам сообщила, что ко мне нужно обращаться Олеся, не больше, не меньше Так что успокойте свое в данной ситуации воображение И давайте продолжим диалог А знаете, почему Карловна? Вот же есть этот рассказ, где фигурирует персонаж Папа Карла Вы за все три минуты начали Как только можно затрагивать мои личные границы Хотя вам уже не один раз было сказано Успокойтесь, смиритесь Вам никто не будет разглашать Да я спокоен Что-то вам сможет сотрудник предоставить Он предоставил Все, на этом больше обсуждать здесь нечего Окей, окей, как есть Ну я просто оставлю за собой право предположить Что вашего папу звали Карла И вот он вас из полена выточил Вы даже неправильно склоняете Вам нужно научиться правилам русского языка Как правилам и тинета и ведения бездоводов По-итальянски Карлу Чего я вам в принципе и советую В русской интерпретации Папу звали Карлом Конечно вы будете свои недостатки Знаниях просто восполнять Ну не совсем культурной речью А что не культурного? Я же вас нахуй не посылаю Так что как настроитесь на диалог Перезвоните Папе Карлу привет передаем Пускай в следующий раз побольше Внимание уделяет Вытачиванию головы Сейчас Смотрите, компания веб-банкера Диана судебного урегулирования У меня зовут Да Здравствуйте Компания веб-банкер Диана судебного урегулирования И только Меня зовут А дальше Меня зовут Воробьева Ирина Анатольевна А мне сейчас МБА, да Мне МБА финансы звонила И говорит Они такие тупые Вот эти знаете Коллекторы Они говорят Мы не имеем права Согласно 230 Федеральному закону Фамилию и имя отчества Своё сообщать Я говорю Почему там можно Либо цифры Либо фамилию и имя отчества Вот говорю Мне банкир постоянно звонит Вроде как С первого взгляда Нормальные Да Фамилию и имя отчества Называют Не стесняются На цифры не переходят Ну что Как скотина Да Себе цифру присваивать Ну потом правда Начинают дату рождения Выяснять Я им говорю Да я не называю Персональные данные Вот МБА финансы Они хоть тупые Тупые Вообще Ну насмерть тупые Но они хотя бы Не спрашивают Вот эту фамилию и имя отчества Сразу начинают Шпарить А вы вот Чё это у вас С вами Компании Такие Это потребует 152 закон Российской Федерации Да ничего Ничего подобного Он не требует Ничего Это если бы я вам звонил Тогда бы Да конечно Вы должны были Идентифицировать меня А я же вам не звоню Никакой информации Не запрашивал о вас Ну Правила установлены Руководство компании Да У вас Ну Вас закупок Простите за метафору Притащили в эту компанию Или вы добровольно Согласились с этими правилами Вы же могли Как здравомыслящий человек Согласить Да ну нахер Какие так Правила дебильные Для дебилов Не буду я Вот по этим правилам Работать Тем более работы в России Вагоны Маленькая тележка Хорошая Полноценная Высокооплачиваемая И среднеоплачиваемая Даже Ну для людей С отсутствием мозгов Такие как вы Все равно есть работа В конце концов Можно посуду Умыть мужика Можно там Я не знаю Землю кидать Берешь больше Кидаешь дальше Пока летит отдыхаешь Простите пожалуйста Не стили чушь До свидания Мы вам перезвоним Ну как же я прекращу Если до свидания Вдруг не прекращу Вы Суббай финансы Сравнили Сначала Вроде Такая Бодренькая Типа там Тупые А здесь Не тупые А потом Оказывается Здесь там Тупые А тут еще Тупее Ну тупые Вот точно Пожалуйста Не кладите трубку Я перевожу звонок На моего коллегу Здравствуйте Меня зовут Господин Мурат Шах Музаревич Хонг Финансбанк Мурат Шах Как я могу Как Мурат Шах Парзарович Можете обращаться Ко мне Просто Мурат Мурат Слушайте У меня нет никаких Вопросов Мне позвонил Какой-то металлический голос В надежде на то Что я буду Разговаривать Но я же Не тупой Я говорю Давайте ко мне Лучше оператора Живого И вот с вами Мурат Меня соединило Я вас понял Мурат Мурат Полностью Что полость Мурат Мурат Ага Что полностью Нет Мурат Мурат Я знаю Что сейчас Макс вставит Ух ты Знаю точно Да кстати Друзья Хотел сказать Пока Что-то слетела Программка Подгружается Сейчас Заметно меньше Звонков Стало У меня тут Есть инсайдерская Информация От операторов Связи От человека Который Действительно Там Достаточно Влиятельное Положение Занимает В МТС Сейчас Операторы Связи Все По умолчанию Включают Антиспам По умолчанию МТС Мегафон Билайн Вот эти Мобильные Операторы Типа Йота Тинькофф Мобайл Там Всякие Такие По умолчанию То есть Если вы Обратите Внимание То вам Стало Меньше Звонков Приходить Но Больше СМС О заблокированных Звонках Это В общем Стопроцентная Информация Для того Чтобы Этот Антиспам Ну Если вы Хотите Чтобы Ваши Звонки Переадресовывались На нас Чтобы Антиспам Этот Снять А вы Можете Оператору Напрямую Позвонить Или Зайти Там В любой Офис И сказать Снимите Мне Я хочу Чтобы Мне все Звонки Потому что У них Там В спам Улетают Все Звонки Все Попытки Дозвониться До вас Даже Вот Просто Которые Чуть ли Не Записан У вас В контактах Вот Она Будет А может Вам Все Что Угодно Может Быть По делу Какому Хорошему Важному Нужному Вам Звонят Ну Или Опять Же Вы Буквально Хотите Чтобы Побольше Было Звонков Со стороны Представителей Коломас И К сожалению Вас Не слышно Да как Это Не слышно Меня Слышно Прекрасно Всего Хорошего До свидания Уже Роботов Пугливых Ставят Не Слышно Им Меня В общем Антиспам Надо снимать Тогда Будет Больше Звонков И Больше Возможности Будете Иметь Переадресацию Отправлять Самое Важное В этом Сегменте Вот В этом Объявлении То что Мы Сейчас Добавили Возможность Всем Желающим Внизу Телефон Если Мы Будем Над Вашими Попрошайками Вот так Вот Веселиться Вы Потом Себя Можете Услышать Но Мы Имена Запикиваем Хотя Даже Если Вы Запикивали Ничего Страшного В этом Нет Часто Приходят Комментарии Хорошо Меня Услышал Могли Бы Не Запикивать Я Ничего Не Боюсь И Правильно Ничего Бояться Я Семь Лет Сижу Перед Камерой Все Это Колом Осознает Кто Я Где Мы Находимся Как Это Хотел Сказать Где Меня На Эти Меня Искать Не Надо Я Сам О себе Заявляю Полерные 34 Офис Компания Когда Мы На Бухарестской 24 Сейчас Разрослись В Два Раза Больше Настало Сотрудников Переехали В Более Просторный Офис Так Что Находимся На шпалерные 34 Если Хотите Приехать Приезжайте Без проблем А коллекторы Если Хотят Приехать Так Я Жду Более Того Я Даже 50 Тысяч Предлагаю Коллекторам За Интервью Но Только Вы Должны Сами Как То Придумать Как Ж Вам Доказать Что Вы Действующий Представитель Колом Масс Обязательно Коллектор Сотрудник Службы Взыскания Какой Нибудь Как Угодно Я Не Буду За Вас Придумывать Вам Надо Придумать Как Вариант Берете Какой Нибудь Ролик С Нашего Канала Или С Любого Такого Ж Канала Ссылочку И Говорите Вот Он Это Я И Начинайте Что Говорить По Голосу Пытайтесь Это Я Похож Я У У Меня Есть Пару Тестовых Вопросов На Которые Человек Не Коллектор Не Это Узнаю Что Подстава Нет Ну Как В смысле Просто За Полтинником Кто-то Пришел Или Это Реально Представитель Коломас Итак Представитель Коломас Если Вы Действительно Таковым Являетесь Действующим Сотрудником Какого Немки Отдела Страшного И ужасного Готовы Дать Здесь У меня В студии Интервью Я Готов Заплатить 50 тысяч Рублей Заебись Один Даже Тут Ролик Выходил 28 июля Максим Сейчас Ссылочку На него Даст Он Говорил Что Я Приду Я Он У меня Возьмет Интервью Я У него А Он У меня Вовсе Возьмет Интервью Я По Этому Старый Анекдот Изящный Рассказал Появился Значит В зоне Черный Сталпер Здравствуйте Меня Зок Головешкина Юлия Сергеевна Я Я Я Видим Что Вы Ранее Совершали Покупку Сплит Но Очередной Платеж Не прошел Может У вас Возникли Трудности С оплатой Еще раз Откуда Вы Яндекс Пэй Подскажите Пожалуйста Может Возникли Трудности С оплатой Сплита Яндекс Сплит Это Беспроцентная Услуга Платы Частями Никаких Трудностей Просто Не платил Да и все Подскажите Пожалуйста Ориентируешь До какого Числа Ожидать Платеж А вас Как зовут Головешкина Юлия Сергеевна А почему Думаете Что я буду Вам Говорить О какого Числа Там Платеж Произойдет Может Он вообще Не Произойдет Дело В том Что на Ваш Номер Телефона Был Оформлен Сплит И нахождение В просрочке Доступной Сплита В будущем Это Оплата Покупок Частями Ну Как говорите На русском Музыке Потом Чтобы не Тратить Время На расшифровке Договор Оплата Покупок Частями Сплит Вот Сплит Давайте Исключим Из обихода Нашего С вами Вот это Слово Непонятное Сплит Оплата Покупок Частями Все Что там Что там У нас С вами По Оплате Покупок Частями Какие Непонятные Моменты Подскажите Пожалуйста До какого Числа Ожидать Оплату А я Уже Прокомментировал Этот ваш Вопрос Что вы Взяли Что я С вами Буду Это Обсуждать Кто вы Такая Не пойму Я работник Яндекс Пэй Подскажите Пожалуйста Случа Несупредимая Графика Платежей В дальнейшем Могут быть Недоступны Продукты Яндекс Банка А что мне Вам нужно Подскажите Пожалуйста В случае Вы Констатируете Какую-то Ситуацию Без Вопрос Интонаций Но перед Этим Почему-то Произносите Фразу Подскажите Пожалуйста Я Если честно Не до конца Понимаю Ход ваших Мыслей Можете Назвать Ближайшее число В которое Сможете Внести Оплату Может быть В ближайшие Две недели Получится Внести Платеж Я Скорее всего Вообще Ни в какие Не буду Вносить Оплату Числа И все Дело в том Что при покупке Сплита Вы заключили Договор Согласно Которому Необходимо Совершать Регулярные Платежи По графику Договор Не приговор Правда же Подскажите Пожалуйста Может быть Получится Все-таки Внести Оплату Получится Если я начну Предпринимать Какие-то попытки Это сделать А я-то Не собираюсь Никаких попыток Предпринимать Если бы Предпринимал Можно было бы Так рассуждать Получится Не получится В таком случае Вам будут Поступать Звонки С напоминанием На задолженности В соответствии Законодательства Мне кажется По вашим Интонациям Это Больше Похоже На вашу Проблему Чем на мою В моих Интонациях Никакого Нет Недовольства Я прям Доволен Мне нравится А вот Вы что-то Там Прям Подбуксовываете Правильно Понимаю Что вы Не будете Вносить Оплату Мама Дорогая Нет Неправильно А как Тогда Подскажите Пожалуйста Будете Все-таки Или нет Носить Я Не знаю Категоричности Нуль Вариантов 50 на 50 Как минимум И даже Привязать Ни к чему Не могу Как вот Сориентироваться Какое Лето Будет Да Сырое Или нет Лето Уже Заканчивается Какая Зима Зима Снежная Будет Или нет Давайте Так С вами Договоримся Зима Снежная Будет Внесу Мало Снежная Не буду Уносить Дело в том Что у вас Уважаем Просроченная Задолженность И В ваших же Интересах Внести Платеж Как можно Скорее А где В каком месте В моих Интересах Расстаться С деньгами Объясните Да Вот эти Свои Тезисы Как-то Аргументируйте Обоснуйте Дело в том Что Вы Оформили Сплит Давайте По-русски Какой еще сплит Ну Это да Это констатация Вы Совершили Вы Совершили Покупку Используя Оплату Покупок Частями Вы Приобрели Товар Которым Вы Пользуетесь И Соответственно С этим Вы Должны Вносить Платеж По графику Я его Не приобрел Я его Получается Присвоил Приобрел Это значит Какие-то Деньги Заплатил А я же Этого Не делал Вы Присвоил Получил Мы с вами Договорились Про ближайший Месяц Пока не будем Рассуждать Давайте Зиму Ближайшую Рассматривать Бесснежная Будет Не получится Снег Будет Хороший Обильный Тогда Заплачу Мы с вами Проведем Экспертизу Среднее Выведем По количеству Осадков Вот Если будет Больше Чем Среднее Количество Тогда Будем Платить А если Будет Меньше Или Вообще Не будет Тогда Не будем Платить Ну В таком Случае Яндекс Пэй Может Потребовать Возврат Средств В судебном Порядке А так Это Конечно По любому Случа Мы же В правом Государстве Живем Естественно Только Через суд Можно Требовать Остальные Требования Голословные Смешные Для меня Что Как вы Можете Вот вы Сейчас По телефону Допустим Пройдет Какое-то Время И вы Начнете Требовать Вот Такая Девочка Звонить И Трожащим Голоском Говорит Мы Требуем Требовать Надо В суде Строго В суде Конечно Как По другому Поняла Спасибо вам Тогда Большое За информацию Предоставленную Душа Моя Ошиблись Вы С выбором Пожалуйста Оцените По пятибалльной Шкале Качество Работы Специалиста Чтобы Поставить Оценку Нажмите Клавишу От пяти До одного Где пять Это отлично А один Неудовлетворительно Пять Поставим Ей Бедняжки А ну Неси сюда Дневник Давай Давай Добрый день Здравствуйте Компания Макро Корнеев Михаил Геннадьевич Специалист Отдел Узыскания Работаем Под брендом Моне Заведется Запись Лен Львович Это вы К вашим Услугам Да Или нет Что Да Или нет А Ну Я Артем Львович Да Да Ну Да 10 дней Вы у нас уже Уполняете Дополнение Обязательства Моза Должности На сегодня 21 936 Рубля 47 Копе 12 850 Основной Долг 3 598 598 Пенеж 63 Рубля 27 Копе Штрафные Проценты 950 920 920 920 920 Надо Еще Как 4500 Дополнительные Услуги Астролог 2000 Телемедицина 900 Рублей ЮР Помощь 1600 Без нее Квадрат 17 1436 Рублей 47 Копе Какие еще исполнительные Услуги Что за ЮР Помощь Вы что там Напридумывали Себе То что Сами Подключали Себе То и есть Дополнительные Услуги Теперь Поясните 10 дней Почему Уклоняйтесь От оплаты Поясните Я решил Не платить Просто Вообще Нисколько На кто Он такое Право дал Конституция Право На волю И заявление Да Назовите Статью Которая вам Позволяет Уклоняться До 29 Статья Конституции Право На волю И заявление Да Она здесь Никак не работает Не работает А 310 Споте Гражданского Кодекса Понятие Обязательства Так она Декларативная Понятие Обязательства Да нет А это 37 Путаю Да Ну да Ну хорошо Но в суде Гражданским Кодексом Манипулируют Суде Туда Отправляйтесь Да С чего вы Это решили А где еще Можно Гражданским Кодексом Орудовать Где еще Можно Гражданский Кодекс Носит Декларативный Карактер Срок Уважаемый Не пытайтесь Пародировать Не пытайтесь Пародировать Своего Кумира С Ютуба Отвечайте На вопрос Я просто говорю То что считаю Нужно Говорить Да и все Просто вам Не нравится Слушать То что я Говорю Вот вы Начинаете Эти вот Защитные Реакции Демонстрировать Пародировать Кого-то Вы про Кузнецова Что ли Классный Чувак Базар 0 Человек Признанный Известный Авторитетный Мэдер Гагарин Еще неплохой Еще есть Ребята Косточки В нашем горле Да То есть Которые Наживаются На дурниках Конечно Наживаются Ну и на мне Нажились Ну слушайте Их дальше В таком случае Так и делаем В дальнейшем Возвращение На почту В таком случае Еще больше И больше Таких Долго Коллекторскому Агентству Слушай Карлович Карлович У тебя число Карлович Правильно Федеральный закон Дает право На взаимодействие Не только с вами Ровно те Которых я указал В договоре Мама с папой Оповещайте о долгах Пусть они вам помогают Раз сами Карлович У тебя отчество Я правильно понял Вы кстати Проживаете По улице Космонавт Квартир Ты мне ответ на вопрос Твоя Папа у тебя Карла Адрес не менялся У вас Отчество у тебя Карлович Нет Артем Львович Адрес не менялся Я же тебя спросил Отчество у тебя Как звучит Да нет Спрашивают Здесь только должников Только должники Приведут Спрашивают Ты спрашивают Блядь Можешь Шепотом Интересоваться Спрашивают Должник отказал Боясь Должник отказал Спрашивают Блядь Указал Кто может Некторную информацию Пашканярная Спрашивают Петушара Блядь Лагерная Блядь Спрашивают Вот это да Получить С меня хочешь Лить Ты подъедь И блядь Поинтересуйся Как это делается Да нет Должников Только спрашивают Друзья Ну действительно Все Ну на сегодня Да Хватит подражать Своему любимому Кумиру Из ютюба Нет Друзья Подражать то в принципе Можно Но С одним условием Если Либо вы Сами Либо Какие-то Специалисты Ваши дела Ведут Вот тогда Можете Подражать Если вы На ютюбе Подобный Контент Хотите Размещать Либо Размещайте Тогда Подражание Кому-то Нехорошую шутку С вами Сыграет Это будет Очень сильно Видно Сразу И будет В общем-то Говорить о том Что вы Человек Неоригинальный А В публичном пространстве Это Злую шутку Для вас Сыграет Хотя в принципе Никому не запрещено Пробовать С опытом Вы поймете Что действительно Нужно быть Оригинальным Харизматичным Мне это Сразу Предупреждаю Не просто На протяжении Долгого времени Быть Интересным Быть Интересным Оригинальным Смотрибельным Знаете Вот есть Такое слово Смотрибельные А коллекторы У нас Ебабельные В общем А я Если серьезно Продолжу Да Подражать Можно Подражать Кому-то Но если Идет Ведется Какой-то Комплекс Мероприятий Почему мы Вот это Все Демонстрируем В режиме Нашего Шоу Да потому Что Звонят Нашим Клиентам Как правило Клиент Клиент Компания Ля И За его Уже Спиной Стоит Юрист Который Занимается Его Делами Человек Может Себя Вести В этом Смысле Как Угодно Он Может Сам Разговаривать С ними Он Может Переадресацию Включать Я Рекомен Я Рекомендую Переадресацию Распользоваться Всем Нашим Клиентам Кто Вновь Становится Таковым Так как Существует Риск Нарваться На якобы Умного Представителя Коломаса В сравнении Со мной Таких Не существует Я просто Любые Их Уловки И подходы Легко И просто Распознаю Но Человек Неподготовленный Может Клюнуть На поролон Как Та корюшка И Его Выдернут Из Под Теплого Крыла Юриста В компании Лям И он Может Начать Платить Опять В никуда По причине Каких Акций Прощений Или Каких Амнистий Ну Далее Потом Далее Будет То Что В общем Требуется Ожидать Опять Возвращение Вот Войти На Эти Рабские Кредитные Галеры Да И Безнадега Без конца И края А если Вы примите Решение В один Прекрасный Момент Может Быть Даже За последнее Время Одно Из самых Важных В вашей Жизни Решения Для начала Хотя бы Оставить Заявку Для бесплатной Консультации В описании Ролика Ссылочка В компанию Лям Уже На следующее Утро Проснетесь Свободным Человеком Да Не нужно Ждать Когда Там Банкротство Через 5 месяцев Через Полгода Через 8-12 Месяцев А именно Столько В среднем Ну как В среднем Да В несудебной Может и Побыстрее И мы В несудебной Тоже Занимаемся А если Через Арбитражный Суд Если У вас Долгов Более 500 Тысяч Это Да Займет Время Но Вот в тот Момент Когда вы Примете Твердое Решение Прибегнуть К услугам Специалистов Юристов Компания Лям Тогда Вы Уже Вот Я вам Заявляю Твердое При условии Твердого Решения Свобождены От всех Вот этих Долговых Обязательств Вы можете Просыпаться Спокойно По утрам Не думая Где бы взять Денег На очередной Платеж Да Мы вам Кто-то скажет Так ваши Услуги тоже Стоят Ну да Они стоят Каких-то денег Но это Сильно выгоднее Чем платить В неизвестность Никуда У нас сумма фиксирована Она вам будет Объявлена Плюс-минус Там 10 тысяч Сразу По факту Вашего обращения Ну почему Плюс-минус 10 тысяч Потому что Есть расходы Почтовые И на Публикации В газете Коммерсант По факту Вашего банкротства Нужно будет Опубликовать И чем больше Кредиторов У вас Тем больше Публикаций Нужно сделать Ну там Даже не из-за этого Ну говорю Плюс-минус 10 тысяч Так фиксировано Все И это сильно дешевле Чем платить В никуда Как я заявляю Долго Бесконечно Оплачивая Какие-то проценты Какие-то скидки Пролонгации И так далее Все Долго Объяснять не буду Ну есть Подробные Комментарии В плейлисте Что делать Если Но лучше всего Друзья Обратиться Непосредственно За консультацией Через форму Для бесплатной Консультации В описании ролика Если вы в Питере Живете Также через эту форму Поставьте заявку Договоритесь По телефону С нашими специалистами О встрече Приезжайте к нам В офис Во-первых Вы убедитесь Что мы Настоящие Мы работаем Большой штат юристов Большой офис В историческом центре Города Петербурга Некоторые приезжают Из других городов Специально А это действительно важно Ну представьте себе У человека Там не знаю Полтора миллиона долги У него в городе Есть юристы Бесспорно Ну вот он Наш канал смотрит Знаете Ну мне сложно Конечно Говорить Вот этого Да Применяя такие вот Формулировки Я бы поехал А я бы поехал И Питер бы посмотрел И зашел бы На консультацию Наверняка Бы не пожалел Я здесь регулярно Бываю Люди приходят Я не отказываюсь Пообщаться Я консультации не даю Ну просто поговорить По-человечески Консультации не даю Да просто Есть для этого Штат сотрудников И я уже давно Давно-давно Не даю никаких Консультаций предметных Зачем мне это делать А пообщаться Познакомиться Всегда пожалуйста Поговорить Там чаю Кофе попить Если у меня есть На это время Без проблем Поэтому приезжайте Приходите Если оказия Такая есть Если нет Такой возможности Заявочку Мы вам перезвоним В рабочее время С 10 до 18 По Москве И пообщайтесь Вам это ничего Не будет стоить Абсолютно Зато Вероятнее всего Вы освободитесь От зависимости От этой кредитной Как сделали Уже тысячи людей Мы ежегодно Тысячи людей Тысячи договоров Оформляем Да Я сейчас не оговорился Ни 10 Ни 100 Стоит там Месяц В среднем 100 плюс Тысяча И естественно Люди довольны Люди настроены На лучшее Работаем мы так Вот в тренде Подъем Я имею ввиду Тренд у нас Восходящий И уже Не первый год Хватит хвалить Компанию Алям Хотя почему Хватит Ее нужно хвалить Бесконечно С вами был Дмитрий Кузнецов Меня хвалить не надо Я сам себя похвалю Я хороший Замечательный Харизматичный Оригинальный Очень себя люблю Пока сам себя Не научишься любить Нечего надеяться На то что тебя Кто-то будет любить Это закон жизни Он работает Независимо от того Нравится это Кому-нибудь Или нет Потому что Законы природы Работают Независимо От желания людей До завтра Обязательно завтра Увидимся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok